МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Рязань вы приехали с проектом «Историческая память городов». Что это такое и чем отличается от классического понимания города и его истории? Наш проект реализуется уже третий год, 2017 года. Начинали мы работу в Москве и с этого года масштабировали наши исследования на Нижний Новгород, Архангельск и Рязань. Идея проекта в том, что мы хотим зафиксировать неофициальную, неформальную, устную историю города. То есть те истории про улицы, дома, памятники, которые знает каждый житель, но которые, может быть, не вошли в учебник истории или пособие по кровеведению. Нам важен любой голос, нам важны любые рассказы. Как вы отбираете людей, с которыми не знакомитесь? У вас есть какие-то информаторы внутри городов? Или вы сами просто гуляете по улицам и знакомитесь с местными жителями? Ну вот как раз может быть несколько путей. И если говорить о том городе, где, как мы начинали, в Москве, и у нас есть, конечно же, ближний круг, с которого ты начинаешь. И этот круг постепенно разрастается. Это как бы первое, личные связи. Ну, например, я говорю, Наташа, нет ли у тебя бабушки? Нет ли у тебя подруги? Нет ли у тебя тети? А дальше тетя говорит, что у меня есть прекрасная соседка, которая приехала в этот город в 70-х годах. Ну вот она работала там-то, и она тоже может с вами поговорить. Это первый шаг. Второй шаг – это, конечно же, соцсети, которые сейчас читают в большом количестве. Есть большое разнообразие групп. Я люблю Рязань, я люблю Москву, моя Москва и так далее. Мы тоже там делаем объявления, и неравнодушные жители обычно откликаются, пишут в комментариях, и дальше мы уже связываемся лично. А если мы приезжаем в какой-то незнакомый город, где мы впервые в Рязани, конечно же, мы обращаемся сначала к каким-то административным учреждениям, например, к управлению туризмом. Мы сначала обратились к ним, и затем они нас знакомят с людьми, например, с хором ветеранов «Гармония», к которому мы просто пришли, представились, и дальше уже работали с жителями. Вам интересно услышать личную историю какую-то, воспоминания, какие-то традиции, или вы ищете скорее искусствоведов, экскурсоводов, которые знают многие какие-то городские легенды, сказания, вот такого формата? На самом деле нам важно и то, и другое, поскольку есть мнение горожан в целом, есть истории, которые ходят в какой-то одной группе, например, субкультурной, то есть молодёжь, которая была в кругу неформалов, знает, где они собирались, что они пели и рассказывали друг другу. Есть такой формат экспертных интервью, действительно, краеведы, искусствоведы, историки, которые могут превращаться к документам, и у них пласт этих историй, сведений несколько отличается от рядовых жителей. Нам важно и то, и другое. Вы собираете сейчас современный пласт, перспективу, не знаю, 10-20 лет, или и то, что происходило в городах 2-3-4 столетия назад? Если человек готов рассказать, что здесь было, то есть нам тоже важно, как обычный житель, как он рассказывает эту историю, и насколько глубоко он знает. Может, он знает только то, что здесь были слободы, например, слобода такая, слобода такая, и дальше ничего не знает. Но если он хочет рассказывать нам более древние истории, конечно же, мы рады и будем слушать, и будем записывать, и в том числе до бесконечности, в том числе до современных клубов, до современных мест досуга, каких-то кинотеатров, таких же мест тусовок современной молодежи. Абсолютно. Сколько историй о Рязани и о чем именно вы уже успели услышать? Я так понимаю, здесь всего неделю, да? Даже поменьше. Мы приехали в понедельник. То есть мы работаем здесь четвертый день, и мы смогли записать пока около 11 интервью. У нас было небольшое анкетирование людей, которые пришли к нам на лекцию в библиотеку во вторник. И на самом деле мы говорили с людьми разного возраста. У нас были молодежь 90-х годов рождения, были пенсионеры прекрасные, с хоро-гармония, были люди среднего возраста. И некоторые истории пересекаются. Например, неофициальное название районов. То есть все знают, что улица Почтовая – это также подбелка. То есть неважно, независимо от возраста. Есть какие-то истории, которые часть людей знает, а другие не реагируют. Те же анекдоты про памятник, которые разговаривают друг между другом. Кто-то рассказывает, кто-то говорит, что меня слышат впервые. Есть какие-то истории о церквях, о том, где они находились раньше, что теперь стоит на этом месте. Были какие-то такие немножко мистические, интересные случаи. Но об этом на самом деле чуть меньше. То есть когда мы смотрим на Рязань глазами путеводителей и рекламы, это некоторый пласт такой вовне. То есть то, что хотят рассказать о городе. Когда мы говорим с жителями, понимаем, что вот эти пласты не всегда пересекаются. То есть есть Рязань для своих, есть Рязань для чужих. Мы хотим понять, что здесь общего и как можно взаимодействовать с этими. Историями. Что вас больше всего пока удивило в Рязани, может быть, обрадовало? Что запомнилось? Меня обрадовало то, что большое количество жителей интересуется историей Рязани. И вообще Рязани, и рязанцами пишут книги, заметки о своей семье конкретно. Или о Рязани в целом. То есть с кем бы мы ни встречались, эти люди не просто живут здесь, а прямо очень любят свой город и готовы его изучать и рассказывать. То есть у них есть какое-то вот, уже до нас есть что-то, какое-то свое представление, свой образ, что-то собранное. Вот. Или какой-то проект, который они мечтают реализовать. Там проект, сколько там, 50 домов, да, вот у Светланы. Пять деревянных домов, или на Рязани глазами рязанцы, устные истории. Ну не устные, а точнее записанные истории. То есть мы знаем, что рязанцы сами работают в направлении, записывают рассказы, старожилов, горожан. Но у нас не нужен другой метод, поэтому, да, мы спрашиваем снова и снова. Потому что вот, например, наше интервью, что это не 10 минут. Это, как правило, от часа. И вот вчера у нас было интервью 3,5 часа. С кем, если не секрет? Да, это был ваш заслуженный врач, Волокжанина Галина Павловна. Которая тоже, конечно, интересуется Рязанью. У нее есть книги об этом городе. И вот продолжительность была 3,5 часа, потому что это вся жизнь у человека. И с каждым местом в Рязани есть своя личная история. Это очень длительно, да, это не 5 минут. Поэтому всего пока вот таких больших, полных интервью у нас 11. Вы потом переводите их в печатную версию. Правильно? И размещается. Да, мы расшифровываем все в текстном виде. То есть текст немного редактируется. То есть мы не представляем слова, мы не искажаем текст. Просто делаем его доступным для чтения. Потом эти истории вносятся в базу данных. То есть там маркируются разные важные моменты. Чтобы можно было потом искать эти тексты по топонимам, по названиям улиц, по памятникам. Или по временным историям, например, тексты о 40-х годах, чтобы все это находилось. После базы данных все вносится на наш сайт, который называется pastednow.ru. Он свой представляет такую интерактивную карту, пока Москвы, потом другие города тоже добавятся. То есть идея в том, что вы приходите на сайт, выбираете интересующий вас объект, улицу, дом, памятник. И смотрите, что рассказывают про него обычные жители города. И понятно, что рассказ студента о памятнике, куда он ходит тереть нос собачке на удачу перед сессией, будет отличаться от рассказа бабушки, которая вспомнила, что именно там, 50 лет назад, он познакомился с своим будущим мужем. Но это будет один тоже объект в городе, глазами жителей с разных сторон. Да, или вот Наташкин парк, который старшее поколение, конечно, не называет Наташкин. Это был городской парк. И там были разные досуги, какой был досуг в 50-е, в 60-е, в 90-е и так далее. Это, конечно, очень интересно. Начинался проект с Москвы, как вы уже сказали. Сколько историй там собрано и конечный ли это вариант? То есть сколько вы планируете собрать историй об одном городе? Нам всегда задается вопрос, и нам всегда очень сложно на него ответить. Поскольку начинали мы с Москвы, первый год проекта предполагал сбор материалов по 25 районам Москвы. Второй год добавились ещё 33 района, всего в Москве 146. То есть масштаб понятен. И я думаю, что конечной цифры на самом деле нет. Поскольку наши истории растут как снежный ком. То есть люди узнают о проекте, приходят, дополняют друг друга. У нас есть публикации, люди от них откликаются, говорят о том, что да, я подтверждаю, я слышал такое же. Други говорят, нет, я слышал другое. И к нам приходят, чтобы дополнить, исправить. И это постоянно всё добавляется, добавляются новые тексты. И мне кажется, что какая-то финальная цифра, в принципе, мало представима. Сейчас у нас готово обработано более 300 интервью по Москве. Сейчас цифры по Архангельску и Нижненогурду говорить сложно. Несколько десятков интервью по этим городам. То есть пока масштабы такие, понятно, что это далеко не предел. Кто-то вам помогает, потому что двум хрупким девушкам очень сложно справиться с таким количеством. Нет, ну две хрупкие девушки приехали только в Рязань. Остальная команда, кто-то был в Нижнем Новгороде, как раз параллельно вместе с нами. И Архангельск, и Москва. То есть команда у нас не такая уж маленькая. Руководитель проекта Никита Петров. Сколько у нас человек? Это много 5 человек, плюс около 12 профессиональных интервьюеров, которые работают по городам. Плюс мы надеемся привлекать все-таки активистов на местах, поскольку действительно сами горожане лучше знают свою Рязань, свой Нижний Новгород, свой Архангельск. И было замечательно, если бы наша методика, наши наработки могли применяться, опять же, для изучения истории, для фиксации устной памяти самим горожанам. Для нас это очень важно, мне кажется, полезно и для вас тоже было бы. Как стать помощниками вашего проекта? Есть ли какое-то собеседование, отборочные этапы? В принципе, это очень просто. Нам хотелось бы, чтобы это не были отдельные люди, чтобы это была некоторая группа людей, которые работали командой. Потому что всегда так работать удобнее. И самое главное, это, конечно, желание стать участником этого проекта, потому что все остальное мы можем научить, рассказать, показать. Это опросники, которые у нас разработаны и представляют довольно-таки серьезный большой документ по каждому городу. Это способ введения интервью, способ нахождения информантов. И, в принципе, если найдутся желающие с нами сотрудничать, а далее весь сайт, наполнение сайта, разметка документа, это уже исключительно наше дело. Задача. Наша задача, и мы будем помогать, курировать, отвечать на любые вопросы и так далее. Вы уже сказали про опросник, что это большой документ. Сколько томов в нем? Нет, это не томов, это там 5 страниц, кажется, у нас. Ну, несколько десятков вопросов разного рода. Например, про историю города, историю района, структуру района, какие места считаются опасными, где вначале свидания в разные годы, какие ориентиры на местности есть или достопримечательности. Например, вопрос, если к вам приезжает гость из другого города, куда вы его ведете, что покажете ему в своей Рязани? Понятно, что есть какие-то общегородские достопримечательности, а есть личные места для каждого человека. В зависимости от личных интересов, от профессии, от опыта и образа жизни. Это тоже очень интересно, такая сетка важных брендов, микробрендов Рязани тоже может вырисовываться. Ну и помимо вопросов мы еще просим жителей рисовать ментальную карту. Что это значит? Это та карта, которая для него важных мест, которая важна для каждого человека. И человек по ходу рассказа может обозначать точки, места, маршруты. И вот это тоже является важным таким представлением о городе. И когда мы собираем несколько карт одного и того же района, мы видим, как по-разному жители его видят. Кто-то этот дом никогда не замечал, а для кого-то это место, я не знаю, встречи, место знакомства, например, с будущим мужем или с будущей женой. И вот таким образом такие получаются разные пласты, если мы так начнем накладывать, у одного места несколько карт одного места. Здорово. Какие города вам еще очень хотелось бы посетить? Вот что в планах? В ближайших планах на этот год у нас Иваново, Шой и Луховицы, на самом деле размер города не определяющий. Пока идея такая, что мы пытаемся добраться до городов, которые относительно далеко от Москвы расположены, и где может быть есть проблема оттока, например, культурно заинтересованной молодежи, которая хочет каких-то культурных мероприятий, интересных действий, едет за ними в столицу. Мы хотим привлечь внимание, в том числе, к своим городам, к своим местам, где прекрасная живая история, которой можно заниматься, которой можно развивать. Отлично. Вы выиграли президентский грант на развитие проекта. Как это сказалось на команде? Вообще о какой сумме шла речь? И на что? То есть это перспективы три года, как вы уже занимаетесь, или это финансирование и дальше идет? Финансирование президентского гранта идет на один год, то есть два года. Все это действует. И, собственно, оплачивается работа основных сотрудников, оплачивается работа интервьюеров. Какие-то технические моменты на функционирование сайта. То есть то, что связано с внедрением проекта, с донесением его до масс. То есть мы должны подавать заявку и выигрывать его каждый год. Это не бесконечная вещь. Он заканчивается, и мы подаем заявку. И, может, в следующем году мы его не выиграем, но мы будем продолжать проект и подавать в какие-то другие фонды. Это тоже некоторая работа. Написать заявку на то, чтобы твой проект поддержали финансово. Чтобы, конечно же, люди получали какие-то деньги за свою работу. Почему вы решили заниматься таким проектом? Что лично вам он дает? Так получилось, что основное ядро команды по основной профессии – фольклористы. То есть мы занимаемся, как кажется, со стороны, таким традиционным фольклором, частушками, сказками, песнями. На самом деле современная новая фольклора немножко другая. Нам интересно то, что происходит сейчас, в том числе в городах. И мы понимаем, что те тексты, которые расскажут горожане, на самом деле, несмотря на свою индивидуальность, личность, они имеют очень много общих моделей, сюжетов, мотивов, которые нам, как фольклористам, понятны. Их истоки, их развитие в истории. И нам это тоже интересно с персональной точки зрения. С другой стороны, так получилось, что я и Надежда живем в Москве, но приехали туда, из других городов. И в ходе этого проекта мы заново открываем для себя этот город. То есть знаем какие-то интересные вещи, личные истории. То есть, опять же, Москва становится такой более понятной, более близкой, более живой. О своих городах вы уже сделали публикации, взяли ли интервью у жителей? Нет, до наших городов еще я из Красноярска, и до наших городов еще проект не добрался. Но мы надеемся на дальнейшее развитие. Возможно, потом будет и там. Отлично. Спасибо вам большое за интересную беседу, удачи в развитии проекта. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были научные сотрудники Центра изучения фольклора и антропологии города. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова